С 1 октября этого года пользователям неидентифицированных электронных кошельков, мобильных приложений агентов и платежных организаций запретят проводить через них финансовые операции. Дабы избежать этого, пользователям рекомендуется обратиться в коммерческий банк и пройти идентификацию лично с предъявлением паспорта, либо в удаленном режиме отправив фото документа с обеих сторон, вести онлайн-иннн и персональные данные. В случае, если пользователи не пройдут идентификацию, самые минимальные возможности по использованию все же остаются. Во-первых, деньги будут в сохранности, то есть они будут на кошельке. Чтобы воспользоваться, необходимо будет просто пройти идентификацию, опять же, удаленно, либо через отделение банка. После этого вы уже сможете совершать все финансовые операции, то есть и вывести, и перевести, и оплачивать за услуги. Напомним, что запрет на наличие и использование неидентифицированных электронных кошельков вводится для минимизации рисков в сфере противодействия террористической деятельности и легализации незаконных денежных средств, а также, чтобы избежать путаницы в финансовых потоках. Ну, а необходимость проведения идентификации неидентифицированными держателями электронных кошельков была продиктована необходимостью соблюдения требований законодательства Крымской Республики, потому что это снижает соответствующие риски. Например, получаются различные риски в части соблюдения требований законодательства по противодействию финансированию терроризма, легализации незаконных денежных средств, по проведению анонимных транзакций бывают риски, риски невыявления конечных бенефициров операций, риски запутывания этих финансовых операций, потом риски покупки каких-то запрещенных товаров. Вот в целях снижения вот этих всех рисков вводится вот это требование о том, что все держатели неидентифицированных электронных кошельков с 1 октября 2020 года должно пройти идентификацию. В пресс-службе Нацбанка отметили, что в случае сбоя в автоматизированном системе операторов систем электронных денег, возврат денежных средств держателям неидентифицированных электронных кошельков будет затруднен. Идентифицированным пользователям доступен достаточно широкий спектр услуг – от перевода денег до оплаты государственных услуг. Что такое идентификация? Это его предъявление паспорта и ввод данных. Мы их проверяем, мы выполняем требования, по которым это нужно сделать. И после этого ему присваивают статус. Этот статус ему дает увеличение лимитов, увеличение его оплат. То есть ему доступны еще шире услуги, шире оплаты. Почему это хорошо? Потому что он уже может проводить больше платежей, ему доступно больше услуг, он может запрашивать госуслуги. И у него есть больше спектр, чем нежели у обычного неидентифицированного. Пользовать продукт, а результат нашей современной технологии цивилизации. Мы это должны применять. Плачевать онлайн, закупки онлайн. А вы регистрировались? Да. Добрали в банки, да? Да. К сожалению, вот пробовали в пандемию, не получилось загрузить, не пользуемся. А вообще удобно? Нет, я еще не умею пользоваться. А вот сноха и эти дети пользуются. По состоянию на конец второго квартала 2020 года в Кыргызстане на сегодняшний день действует свыше 2 миллионов 800 тысяч электронных кошельков. Количество самих пользователей не считают, потому что один неидентифицированный пользователь может открывать по несколько кошельков подряд.